Ноанпост, Египет, Юлия Тимошенко, украинка, сговорившаяся с шайтаном, чтобы получить президентское кресло. Муртада Аш-Шазли. Ноанпост, Египет. 27 марта 2019 года. Перед президентскими выборами на Украине в 2010 году в аэропорту украинской столицы приземлился частный самолет с помощником Сиэфа Алислама Каддафи на борту. Его встретил вице-премьер Украины, которому передали сумку с 4 миллионами евро в купюрах по 500 евро каждая, по поручению тогдашнего главы ливийского правительства. Эти деньги были переданы для поддержки кампании кандидатов президента Юлии Тимошенко. Именно так в то время лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко прокладывала себе путь к власти. С тех пор эта 58-летняя женщина вносит раскол в украинскую политику. После объявления о выдвижении ее кандидатуры на пост президента в ходе выборов, назначенных на 31 марта, возникли вопросы об источнике огромных средств, потраченных ею на свою кампанию. Лицо революции и кандидат в президенты Украины украинцы знают оппозиционерку Юлию Тимошенко как деловую женщину, лидера оранжевой революции, премьер-министра, политзаключенную и кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта. Она работала с тремя из пяти президентов Украины с момента обретения страной независимости. Она выступала против одного из них, дважды сидела в тюрьме и возглавила переворот против третьего. Политическая карьера Тимошенко началась, когда она получила место в Верховной Раде в 1996 году, после чего сформировалась ее избирательная коалиция «Громада». Вскоре она покинула ее, чтобы создать свою партию Батькивщина – Отечество, а в 1998 году Тимошенко стала председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и курировала политику бюджетного контроля и налоговую реформу. Год спустя Тимошенко вошла в правительство в качестве вице-президента. Премьер-министром был Виктор Ющенко, а президентом – Леонид Кучма. Но уже в январе 2001 года была отправлена в отставку из-за своей политики, приведшей к глубоким разногласиям между правительством и бизнесменами. Тогда же у нее начались проблемы с законом, в результате чего 13 февраля 2001 года Тимошенко оказалась в тюрьме по обвинению в коррупции, уклонении от уплаты налогов, даче взяток и заключении газовых сделок в пользу России и ущерб Украине. В тюрьме она пробыла недолго, 27 марта 2001 года еще уже выпустили. Тимошенко стала популярна в связи с участием в Оранжевой революции 2004 года, которая вспыхнула в стране в знак протеста против нарушения на президентских выборах. Позже она возглавила партию и заняла должность премьер-министра Украины, чтобы потом баллотироваться на пост президента. Тимошенко дважды была премьер-министром при Викторе Ющенко, стала лицом оранжевой революции на международной арене, и была заключена в тюрьму двумя украинскими президентами. Кроме того, ее дискредитация была одной из целей бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа. После поражения на президентских выборах 2010 года в пользу пророссийского кандидата Виктора Януковича она столкнулась с рядом уголовных расследований и была приговорена к 7 годам лишения свободы. Три из них она провела за решеткой, пока не была освобождена в 2014 году. Это произошло как раз во время отставки Януковича после кровавых антикоррупционных и проевропейских демонстраций. В 2014 году Тимошенко участвовала в президентских выборах, но безуспешно. В настоящее время 58-летняя Тимошенко, которая известна своей звонкой речью и деревенской косой, надеется свергнуть своего старого конкурента Петра Порошенко на выборах. Они состоятся 31 марта, и в связи с выдвижением ее кандидата предвыборная борьба ужесточилась. Альянс Каддафи Юлия Тимошенко несколько раз встречалась с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, когда занимала пост премьер-министра Украины. Их первая встреча состоялась в рамках турне Каддафи по бывшим Советским Республикам в ноябре 2008 года. Это случилось за три года до того, как он был свергнут и убит во время ливийской революции. Так, встреча состоялась в шатре Каддафи, установленном во дворе администрации президента Украины в столице, и тогда обе стороны договорились подписать сделки о покупке оружия. Украинский премьер-министр посетила Триполи в 2009 году. Тогда Каддафи вручил ей ценный подарок – арабский меч, стоимость которого оценивается примерно в 10 тысяч долларов. Долгое время западные страны подталкивали Украину отказаться от исторических отношений с Советским Союзом, а позже – Российской Федерации, желая, чтобы Украина превратилась в занозу на теле России. В то время Украина была на 80% зависима от российской нефти. Запад, особенно Соединенные Штаты, просили Тимошенко укрепить отношения с Ливией, чтобы обеспечить выход ее страны из экономической зависимости от России. 26 мая 2009 года премьер-министр Украины прибыла в Ливию. В ходе этого визита Тимошенко встретилась со своим ливийским коллегой Аль-Багдади Али-Аль-Махмуди. По ее словам, целью встречи была поставка ливийской нефти и газа на Украину и разработка совместных проектов, в том числе по строительству ливийского нефтеперерабатывающего завода на окраине Одессы. Кроме того, на фоне поощрения Соединенными Штатами отказа от российской нефти Тимошенко попросил у ливийского лидера финансовой поддержки для своей компании. Как сообщила газета Аш-Шарк Аляфса 19 февраля 2018 года со ссылкой на приближенного сына Каддафи Саифа Али-Ислама, он лично передал деньги на компанию Юлии Тимошенко. По его словам, эту сумму предоставил Аль-Багдади Аль-Махмуди, тогдашний премьер-министр, который в настоящее время находится в тюрьме в Триполи. Однако во втором туре выборов Тимошенко потерпела поражение, и Ливия не извлекла выгоды из этих соглашений. Это была не первая попытка привести к власти западных политиков, лояльных Ливии. Ранее Каддафи финансировал компании многих политиков в самых разных странах. Сумма, потраченная Триполи в 2007 году на компанию бывшего президента Франции Николас Саркази, составила чуть меньше 50 миллионов евро. Действовал он и на трансатлантическом направлении. В 2004 году поддержку на сумму 5 миллионов долларов получила компания одного из кандидатов в президенты США. Компания финансировалась при помощи посредника, который был близким другом Саифа Али-Ислама и бывшего высокопоставленного чиновника США. Как надеялись ливийские политики, если их кандидат займет президентское кресло, Ливия будет исключена из списка государств спонсоров терроризма. Средства были переведены через третью страну после встречи в Толедо, Огайо, между упомянутым кандидатом и ливийским офицером службы безопасности, который выступал в качестве представителя Ливийско-Американской ассоциации. Франция расследует, получил ли Сарказий ливийские средства для финансирования своей компании. Украина также проводит подобное расследование в связи с требованием депутата парламента от блока президента Петра Порошенко. Тимошенко отрицает это, но обвинения могут нанести ущерб репутации лидера оппозиции, популярность которой, согласно опросам общественного мнения, в настоящее время растет, приближаясь к показателям украинского президента. Газовая принцесса начала пути Тимошенко связана с открытием собственной компании по торговле нефтепродуктами в 1990 году, которая к середине 90-х годов быстро поднялась на вершину в этой отрасли. Она начала снабжать газом промышленный сектор Украины и стала оказывать на него огромное влияние, получив прозвище «Газовая принцесса». В начале 2004 года Тимошенко, известная своим ораторским талантом, создала коалицию с Виктором Ющенко, возглавив антироссийскую оранжевую революцию. Эта мирная революция аннулировала победу Виктора Януковича на президентских выборах из-за мошенничества, коррупции и запугивания избирателей. Тимошенко поддержала на президентских выборах бывшего украинского лидера Виктора Ющенко, который 24 января 2005 года назначил ее на должность премьер-министра. Однако 8 сентября стороны разошлись из-за разногласий вокруг политики и приватизации. Тимошенко вернула себе должность 18 декабря 2007 года и занимала ее, пока 3 марта 2010 года парламент не утратил доверия правительства после поражения Ющенко на президентских выборах. Тимошенко пыталась убедить Запад, что она против России, но всегда была связана с ней, будь то в бизнесе или политике. В середине 1990-х она перепродавала российский газ в сотрудничестве с Ремом Вяхеревым, президентом Газпрома в то время. Вихерев был сторонником вхождения Тимошенко в правительство Виктора Ющенко в 1999 году, и даже бывший президент Украины Леонид Кучма не смог противостоять такому сильному давлению. С началом президентства Владимира Путина в России Вихерев утратил политическое влияние, и Тимошенко пришлось предпринять много важных для Путина политических и экономических инициатив, чтобы установить хорошие отношения с новым российским лидером. Она также создала альянс с Кремлем для получения поддержки в качестве кандидата в президенты. В обмен она должна была обеспечить дистанцирование Украины от Запада. Тогда Путин назвал Тимошенко лучшим другом, с которым можно иметь с ним дело на Украине. В 2008 году Тимошенко приложила все усилия, чтобы помешать Украине получить план действий по вступлению в НАТО, что спровоцировало конфликт с тогдашним президентом Украины Виктором Ющенко. Тем самым западные политики увидели непоследовательность украинского правительства по вопросу получения плана действий по вступлению в НАТО. В том же году Тимошенко отказалась осудить нападение Российской Федерации на Грузию или так называемую Ужно-Осетинскую войну, и, будучи премьер-министром Украины, сделала вид, что украинские военные корабли пытались помешать российскому флоту в Крыму. В результате Черноморский флот России выступил из Севастополя и совершил контратаку на Грузию с моря. Как выяснилось в следующем году, газовый контракт, заключенный Тимошенко с Путиным в 2009 году, был крайне невыгодным для Украины. Благодаря подписанию этого контракта Тимошенко помогла компании-конкуренту на российском газовом рынке. Она поддержала Игоря Сечина, который является человеком Кремля в энергетическом секторе и сегодня возглавляет Роснефть, российскую государственную нефтехимическую компанию. Во время работы Тимошенко на посту премьер-министра Путинский банк, который в то время носил название Внешэкономбанк, приобрел самый старый украинский променвестбанк. За несколько месяцев до ее ухода с должности россияне купили Индустриальный союз Донбасса, одну из крупнейших компаний на Украине, во владении которой находятся еще более 40 компаний. Кандидат в президенты Сергей Тарута выступил спонсором и партнером компании Тимошенко. Если Тимошенко победит на президентских выборах, он надеется занять пост премьер-министра. Янукович 2.0 Самым опасным обвинением в адрес Тимошенко и касающимся сотрудничества с Россией, стала ее поддержка Павла Лебедева на украинской арене. Это российский шпион, который впоследствии стал министром обороны Украины и приложил все усилия для уничтожения украинской армии. В 2006 году он стал членом Верховной Рады от партии Юлия Тимошенко, а в 2012 году во время президентства Виктора Януковича стал главой Министерства обороны Украины. Он распродавал военную технику, иногда за бесценок. Во время его пребывания на посту министра украинская армия утратила свой военный потенциал и в 2014 году в стратегически важных зонах в Крыму столкнулась с российскими солдатами, которых назвали «зелеными человечками». Когда Тимошенко отбывала срок в Харьковской тюрьме, Путин несколько раз публично защищал ее, и сотрудничество бывшего украинского премьер-министра с Кремлем после революции достоинство продолжилось. Свидетельством тому является заявление Анны Герман, политикой бывшего советника Виктора Януковича, Тимошенко будет хорошим президентом для Украины. Кроме того, 28 февраля 2014 года во время важного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Тимошенко призывала признать аннексию Крыма Россией. В 2018 году в ходе переговоров о размещении миротворцев ООН в районе Донбасса она поддержала предложенный Путином вариант, который предусматривает размещение войск на демаркационной линии, которая пролегает по территории Украины вместо украинско-российской границы, соблюдать которую призывает Украина. Во время интервью на государственном телеканале многие украинцы разозлились, когда Тимошенко повторил основное положение кремлевской пропаганды. Даже противники нынешнего президента Украины Петра Порошенко заметили, что Тимошенко не признала войну с Россией, по словам Тимошенко, Москва не ведет войну против Украины. Очевидно, такую позицию не должен занимать ни один украинский политик. Во время предвыборной кампании Юлия Тимошенко наняла американских политологов из консалтинговой компании Avenue Strategies, Avenue Strategies. По сообщениям украинских СМИ, она консультировалась с экспертами Джорджем Бирнбаумом и Владой Голан и подписала контракт с американской компанией в сфере лоббизма. Так или иначе Бирнбаум и Голан специализируются на проведении избирательных кампаний, согласно веб-сайту компании. Также наблюдались попытки сближения с Европейским Союзом. Тимошенко заявила, я уверена, Украина скоро присоединится к Европейскому Союзу, и это все изменит. В 2014 году Европейский Союз выдвинул ее освобождение в качестве условия подписания соглашения о партнерстве с Украиной. В своей кампании 2019 года Тимошенко придерживается популистской риторики и верит, как и все популисты, что она умна, в то время как украинца глупый. Это побуждает ей осверить, что ее победа на выборах может поставить под угрозу проевропейские реформы. В преддверии предстоящих выборов идут разговоры о новых коалициях Тимошенко с богатым и влиятельным меньшинством. К сожалению или к счастью, Владимир Путин может сыграть роль главного политического советника и защитника Юлии Тимошенко на этих выборах, что является частью нового плана для Украины под кодовым названием Янукович 2.0. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.